Христос воскресе, дорогие братья и сестры! На телеканале «Союз. Церковный календарь» сегодня среда, 8 июня по новому стилю или 26 мая по-старому, день постный. Вот и наступило отдание праздника Пасхи, предпраздненство Вознесения Господня. Сегодня последний раз в этом году мы приветствуем друг друга пасхальным приветствием «Христос воскресе!». Сегодня, в последний раз, мы начинаем наши утренние и вечерние молитвы тропарем «Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробе живот даровав». Но не стоит огорчаться. Вот и Господь в Евангелии говорил своим ученикам. «А теперь иду к пославшему меня, и никто из вас не спрашивает меня, куда идешь. Но от того, что я сказал вам это, печалью исполнилось сердце ваше. Но я истину говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел, ибо если я не пойду, утешитель не приидет к вам. А если пойду, то пошлю его к вам, и он, придя, обличит мир о грехе и о правде и о суде. О грехе, что не верует в меня, о правде, что я иду к Отцу моему, и уже не увидите меня. О суде же, что князь мира сего осужден. Еще многое имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить. Когда же приидет он, дух истины, то наставит вас на всякую истину. Ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Он прославит меня, потому что от моего возьмет и возвестит вам. И сегодня Святая Церковь совершает память апостолов от 70 Карпа и Алфея, мученика Аверкия и мученицы Елены, пострадавших в I веке, преподобного Иоанна Психоита, исповедника IX века, мученика Георгия Нового, убиенного в начале XVI века, обретение мощей преподобного Макария Игумена Калязинского, чудотворца, в 1521 году. Именинников мы поздравляем с Днем Ангела. Братья и сестры, сегодня уделим время преподобному Макарию Калязинскому. В свое время со всей Руси тысячи богомольцев шли в Калязин, дабы поклониться честным мощам основателя той обители, преподобного Макария Калязинского. Получить облегчение и исцеление от тяжких душевных и телесных недугов. И у раки со святыми мощами тогда, по вере приходивших, как и ныне, совершалось множество чудотворений. Родился Матфей, будущий преподобный Макарий, в 1402 году в боголюбивой семье в селе Грицине, что ныне деревня Кожина, вблизи Кашина. Родители, боярин Василий Ананьевич Кожа, прославившийся своими воинскими подвигами при великом князе Василии Васильевиче II Темном, и супруга его Ирина с детства воспитывали Матфея в вере и богопочтении. Отрак любил проводить время за чтением духовных книг, и все прочитанное глубоко западало в его сердце. Он не увлекался играми и в душе своей непрестанно возносил дорогие сердцу молитвы, псалмы и духовные песнопения, задумываясь при этом, как послужить Богу. Когда он стал приходить в совершенный возраст, то начал помышлять об удалении от суетной мирской жизни. Родители его, однако, не желали, чтобы их сын принял монашество, и приводили ему библейские примеры и жития святых, спасшихся в миру. Послушный сын, не желая огорчать родных и повинуясь, согласился на брак и вскоре женился на девице Елене Яхонтовой. Молодые супруги пообещали друг другу, что в случае, если один из них умрет, овдовевший примет монашество. Спустя год после свадьбы Матфей потерял отца и мать, а еще через два скончалась Елена. И 25-летний Матфей оставил временное и поступил в находившийся неподалеку Николаевский Клобуков монастырь, где постригся с именем Макарий. С ревностью проходил он все монастырские послушания, смирением и кротостью превосходя всех. Спустя некоторое время, тяготясь многолюдием обители, преподобный по благословению игумена удалился в пустынь. Он избрал место в лесу, лежавшее в 18 верстах от Кашина, неподалеку от Волги, между двух небольших озер. Здесь он срубил себе келью, и какое-то время никто не мешал его подвигу уединенной молитвы. Прознав об отшельнике, стали стекаться к преподобному иноке. Он смиренно принимал их и наставлял в правилах иноческого жития. Так уединенная лесная чаща обратилась в монастырь, где игуменом был избран преподобный Макарий. Земля, на которой жила братья, принадлежала некоему боярину Ивану Каляге, который со времени поселения там преподобного Макария с неприязнью смотрел на инока. Когда же была устроена церковь и число пустынников увеличилось, Каляга испугался, что к обители может отойти часть его земли. И так это его угнетало, что он замыслил убийство преподобного. Но Божие наказание не замедлило. Скорби постигли семью Каляги, и сам он тяжело заболел. Пребывая в несчастье, строивший недобрые планы, боярин раскаялся в своем грехе, и, исповедав его Макарию, был прощен. Вскоре Каляга под воздействием проповеди преподобного сам вступил в Макария в монастырь, подарив ему все свои земли. С тех пор ради смирения сам Макарий именовал обитель Калязинскую. Ныне это город Калязин в Тверской области. Довольно быстро обитель приобрела широкую известность, ибо ученики преподобного Макария, следуя примеру своего духовного отца и наставника, совершенствовались в иноческом подвиге и держали строгую аскезу. И, надо сказать, еще при жизни преподобного Макария из Калязинской обители вышли преподобный Ефрем Перекомский и преподобный Паисий Угличский. Наградил Господь духоносного старца и многими благодатными дарами, в том числе чудотворений и прозорливости. Незадолго перед своей кончиной преподобный Макарий заболел. Некоторое время он безмолвствовал, а в предчувствии исхода, призвав братью, благословил, поцеловал каждого и простился. «Предаю вас Господу Богу, пребывайте всегда в трудах, посте, бдении и непрестанной молитве. Блюдите чистоту душевную и телесную, не воздавайте злом за зло или досаждением за досаждение». Представился игумен Калязинский 17 марта 1483 года глубоким старцем на 82-м году жизни и был погребен близ построенной им деревянной церкви. Когда храм обветшал, жертвователи решили обновить его, выстроив на том месте каменную церковь. Во время копания рвов для ее основания был обретен гроб преподобного. От его нетленных мощей исходило благоухание, седины старца были чисты и даже ризы не изменились. Случилось это 26 мая 1521 года. Именно это событие мы и празднуем сегодня. В 1700 году для мощей была устроена новая серебряная рака, коей угодник Божий почивал вплоть до закрытия монастыря советской властью. По его разграблении в 1930-е годы мощи перевезли в Тверь. И лишь в 2012 году мощи преподобного Макария были торжественно перенесены на родину, в город Калязин, в храм Вознесения Господня. Преподобне Отче Макария, моли Бога о нас. Всего вам доброго, дорогие телезрители. Христос воскресе! Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова